Безопасные и качественные дороги И 48,8 на дорогах местного значения Среди них 12,5 километров трассы Братск-Устилимск Строители уберут неровности на дорогах Заменят асфальт, где-то расширят полосы Установят освещение, передают пресс-служба правительства Важно, чтобы все запланированное было исполнено в срок А главное – качественно Как сообщил губернатор области Игорь Кобзев На всех объектах будет строгий контроль 21 февраля на 8-й сессии Законодательного собрания Иркутской области Был рассмотрен проект закона о преобразовании всех поселений Входящих в состав Устилимского муниципального района Путем их объединения Устилимский муниципальный округ Объединит 8 населенных пунктов После объединения их статус не изменится Справки, документы и вопросы местного значения Будут решаться на местах в поселениях Без необходимости ездить в город Сохранятся все действующие льготы Изменения коснутся системы управления То есть администрации станут территориальными органами С назначенными руководителями Главами, которые продолжат работать в поселениях Как и другие специалисты Но с подчинением администрации округа Как раньше сельские советы и постсоветы Бюджетные средства не будут ни уменьшены Ни увеличены за пределы установленных норм Объем средств будет определяться Исходя из численности населения Планируется сокращение расходов бюджета На проведение выборов местных депутатов Что составляет около 7 миллионов рублей В результате в округе будет только одна дума С представительством из депутатов Избираемых на прямых выборах Из числа жителей поселков Административный документооборот сократится в разы Появится преимущество по обеспечению Софинансирования для вступления в госпрограммы Решение о преобразовании поселений Приняла районная дума в ноябре прошлого года А в декабре прошли публичные слушания Жители Устилимского района Согласились с предложенными преобразованиями В результате голосования И региональные парламентарии поддержали данный проект закона Дополнительные ограничения по продаже алкоголя для точек общепита, расположенных в жилых домах при Ангаре, начнут действовать с сентября 2024 года Соответствующий законопроект приняли на заседании Комитета по собственности и экономической политике при региональном парламенте в окончательном чтении Он предполагает дополнительные требования Одно из которых наличие для зала обслуживания посетителей площадью не менее 50 квадратных метров На сегодня это 20 квадратов Внесение ограничений не прекратить работу наливаек, не отвечающих требованиям Они могут перепрофилироваться в магазины, для которых действуют ограничения по времени продажи спиртного до 21.00 Документ направлен на сокращение количества псевдобаров, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях Деятельность которых сопряжена с нарушением общественного порядка, тишины и спокойствия граждан 23, 24 и 25 февраля на территории Иркутской области пройдут сплошные проверки по выявлению нетрезвых автомобилистов В рамках рейдов сотрудники ГИБДД будут отстранять водителей от управления транспортными средствами В случае подтверждения их нахождения за рулем в состоянии опьянения Автомобилисты, не прошедшие проверку на трезвость, будут привлечены к административной ответственности В случае повторности водителя ждет разбирательство в рамках уголовного производства Отмечая День защитника Отечества, не рискуйте и не задейтесь за руль под шофе Минсосразвития рассказывает, при каких условиях детей в возрасте до 6 лет обеспечивают бесплатными лекарствами, отпускаемыми по рецептам при амбулаторном лечении Ребенок должен быть из многодетной семьи, иметь постоянное или временное совместное проживание получателя и ребенка на территории Иркутской области На дату поступления заявление в орган, представляющий услугу Возраст ребенка не должен достигать 6 лет Среднедушевой доход многодетной семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума Заявление можно подать через МФЦ или в Управление социальной защиты по месту жительства Необходимо один раз в год подтверждать право на дальнейшее получение мер соцподдержки 20 февраля в библиотеке имени Федотова состоялся памятный вечер «Герои нашего времени» Это событие собрало более 130 устилимцев, школьников, учителей, горожан и волонтеров Они пришли почтить память героев прошлого и погибших в ходе специальной военной операции Гости слушали рассказы от боевого братства СВО «Устилимска» и активно участвовали в диалоге На выставке представили документы, личные вещи участников СВО, современное оружие и предметы Маскировочные сети, окопные свечи, сухпайки, от рукодельниц шьем и вяжем на фронт Собирающих гуманитарную помощь бойцам Отдельное внимание заслуживают воспитанники клуба «Заставы» Они проявили активность и желание делиться патриотизмом 17 февраля на главной сцене Дворца культуры «Дружба» состоялся первый городской вокальный конкурс «Золотые хиты-эстрады» Участниками стали 19 артистов, 3 ансамбля «Бриз», «Конфетти», «Парни пробуют» И три дуэта от Устилимска и района Их выступление оценивала профессиональная жюри, которая возглавляла Ирина Летунова Вы все гениальные, талантливые Вы сегодня показали, что мечты становятся реальностью Каждый из нас в детстве хотел быть артистом И я думаю, артистом не хотел быть только тот, кто с самого начала знал, что быть врачом или учителем А остальные все были артисты И правда И вот такие конкурсы позволяют и врачам, и учителям, и инженерам стоять на сцене и быть артистом Я желаю вам большой, чистой, разумно-безумной любви, здоровья и мира, веры и надежды Вы все можете И самое важное, что вы поднимаете и настроение, и желание побеждать Конкурсанты подготовили на суд жюри и зрителей золотые хиты эстрады 80-х, 90-х, 2000-х годов Стоит отметить, что большинство участников не являются профессиональными исполнителями Участие в таком конкурсе для них скорее вызов самим себе и возможность проявить себя в новом качестве Жюри оценивало уровень вокальной техники, частоту исполнения, качество звучания, сценическое воплощение соответствия жанру, взаимодействия со зрителем Все участники подбирали золотые хиты эстрады с учетом личных предпочтений Каждый номер они вкладывали свои эмоции и переживания, сумев выразить себя через музыку Многие представили не просто номера, а мини-спектакли В этом им помогали хореографические коллективы ДК Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей грустальною Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтою моей грустальною Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального? По итогам конкурса приз зрительских симпатий получила Светлана Филиппова. Лучший ансамбль «Парни пробуют». Лучший дуэт Наталья Колпакова и Михаил Григорьев. Оригинальное исполнение шлягера – Марина Попова. Лучшее сценическое воплощение – Наталья Позурати. Открытие года – Владислав Ершов. Лауреат третьей степени – Наталья Колпакова. Аплодисменты – Наталья, и она получает сертификат в салон красоты «Собрана». Диплом лауреата второй степени – Надежда Иванченко. И Надежда Иванченко получает сертификат на караоке «Клуб Ля Мажор». Лауреат первой степени – Михаил Григорьев. Михаил Григорьев получает диплом победителя. Можно тише. Главный победитель Михаил Григорьев получил от спонсора конкурса «Альфа-банка» сертификат на 15 тысяч рублей. Остальные участники – сертификаты и ценные подарки от партнеров. «Через годы и через расстояния, на любой дороге заранее любовь, песни ты не скажешь до свидания, песни прощаются с тобой». Известны результаты 7-го Байкальского международного арт-фестиваля «Виват Талант». За победу боролись более полутора тысяч сольных исполнителей и творческих коллективов. Это более 11 тысяч человек из России, Китая, Монголии, Нигерии, Ганы, Зимбабве и Индонезии. Устилимский фольклорный ансамбль «Рыдники» представил на суд жюри протяжную песню села Кеуль Иркутской области «Я хожу, да теперь младо гуляю» и стал лауреатом первой степени в номинации вокальное исполнительство «Народное пение». Служба ветеринарии Иркутской области подвела итоги областного конкурса рисунков «Мой питомец – моя ответственность». В нем приняли участие школьники и воспитанники детских садов при Ангаре. Всего поступило более 400 работ. 63 из них – от нашей территории. В ходе первого этапа рисунки оценивали сотрудники районных и городских станций по борьбе с болезнями животных. Во второй этап прошли 42 работы. Две из Устилимского района и три из Нижнеилимского. Все иллюстрации отлично передали тему заботы и ответственности за животных, демонстрируя прекрасное отношение детей к своим питомцам. Главных победителей отметили в трех возрастных категориях. Вот уже второй год мы будем отмечать День защитника Отечества в новых условиях – условиях ведения специальной военной операции. Для наших защитников, их родных и близких, 23 февраля в 15.00 во Дворце культуры «Дружба» состоится праздничный концерт «За Россию». Этот праздник служит главным образом символом памяти и уважения к истории России, ее героев. Поздравить защитников Родины и отдать дань уважения их благородной миссии приглашают всех устилимцев в ход свободный. В 14.00 в фойе Дворца начнет работать фотовыставка «Тихий фронт», посвященная участникам специальной военной операции их женам и матерям. 24 февраля в 17.00 в ДК имени Наймушина пройдет благотворительный концерт «Никто кроме нас. Музыка военных лет». Участие примут народные вокальные ансамбли «Русская песня», «Устилимские казаки», коллектив «Спутник казачата», мужской ансамбль Дворца культуры, а также самодетельные коллективы образовательных учреждений города. Вырученные с продажей билетов средства будут направлены на поддержку участников СВО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова